Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Ралли Шелкового Пути И уже через 20 км мы будем на точке И через 15 минут будет старт Который мы обязательно хотим подснять И показать вам, как это проходит Сегодня опять будет жаркий день На улице сейчас у нас 9 часов утра Уже 31 градус Небо ясное Поэтому будет жарко Но мы будем держаться Погнали! Новый день начнется! Мы прибыли на место На место старта Сейчас мы отнимем старт И после этого перемещаемся на первую Фото-видео съемку Где можно будет сделать хорошие кадры Сейчас французский рефери Будет делать обратный отсчет 3, 2, 1 Поехали! Вчера в комментариях написали Что там, где проезжает белорусский МАЗ После этого растет хорошо картошка Уверен, что здесь Именно так и будет Газпром добывал газ Добывал газ И сделал вот такой газовый КАМАЗ Такое ощущение Как будто он куда-то на дачу поехал Не спеша На лайте тронулся Ну где? Где эта жогова на старте? Я думаю, сейчас эта жогнет так Что мама, не горюй Будет стартовать все наши экипажи Нужно подойти и сказать Как минимум Нашим землякам Тоже удачи пожелаем И поедем дальше Мужики, давайте Всем могу, целую, обнимаю Здравствуйте Здравствуйте Разговор с домом Это самое, я подожду Это святое Все, пока обнял Подошел, пожелать вам удачи Вы вообще красавчики Я просто абсолютный молодец Мы вместе благодарим Ваша поддержка Поддержка всех телезрителей Вашего канала Чувствуется Доброжелательность Я еще с Магадана Поэтому мы практически соседи Ну да, вообще земляки Когда-то были Земляки Ура Вот, поэтому, ну что Блин, вы вообще красавцы Едем Удачи Знаешь, самое главное Как доехать до финиша А там получится выиграть Отлично Не получится Вы уже все равно Представляете Главное же участие А победа приложится Поэтому еще раз Дай Бог тебе здоровья Без поломок И с приключениями Но с хорошими приключениями Которые оставят Только положительные эмоции Отлично Еще раз Давай, удачи Все Ну, это просто вообще Деально Мужики абсолютные красавчики Одни на машине Без технички Своим ходом приехали С Приморья Блин, просто вообще красава В общем, все спасаются от жары как могут Наши друзья из Азии Примерно вот так вот выглядят Здоровья Здоровья Откуда ты? В Китае В Китае? В Китае? В общем, наш третий день продолжается Мы сейчас закончили съемку старта И уже как около полутора часов Едем по направлению В сторону Элисты Нам осталось 54 километра до финиша Где, собственно, мы будем поджидать Основную группу Надеемся, что даже Нам может повезти И мы еще Застанем лидеров гонки Но сейчас мы в дороге Вот, пока мы едем в дороге Можно вот так вот снять ботиночки Чтобы ноги немножко отдохнули Женя за рулем Саня кушает И как раз в этот момент Я хотел вам рассказать о том Как проходит у нас питание Именно на перегонах Во время самой гонки Для того, чтобы не останавливаться И не терять время У нас есть вот такие замечательные Сухпайки От организаторов Ралли Шелковый путь Сейчас я вам покажу, что там есть Ну, прежде всего Вот такой крутой пакет Это их огромное количество Ну, сейчас не о пакете Давайте по порядку Собственно, вот такая вот коробочка Бокс Мы открываем ее И здесь мы имеем следующее МНД у нас есть для того, чтобы зарядиться энергией Вяленое мясо Похоже, что это говядина Арахис Вот такие вот две баночки Это у нас икра из овощей Ну, кабачковая там или баклажанная По ощущениям Это пюре из яблок Очень напоминает детское пюре Очень, кстати, вкусное Вот, есть паштет Печенье Сырные крекеры Небольшая шоколадка Сок И вот каждый день они кладут что-то новое Сейчас это фрикадельки из говядины Вчера это был плов И вот одну из таких Вот видите, здесь есть у нас микроволновка Солнце греет Очень горячая поверхность торпеды Панели наши И вот мы как бы на нее сюда разместили еду И она сейчас у нас разогревается Вот примерно вот такой вот Ну и тут еще набор там Пакет для мусора Чтобы потом все это Весь этот мусор скидывать в пакет И не выкидывать ни в коем случае Нигде Ни на барханах Ни Как называется Не в степи, да Вот Ну и собственно здесь наборчик Две влажные салфетки В начале еды После еды Ложки-вилки И даже есть такая вот Жвачечка для того, чтобы пожевать В конце того, когда ты завершил Свой прием пищи Вот Помимо всего прочего Друзья У нас в машине На каждом биоаке Мы пополняем Запасы нашей воды У нас там Несколько ящиков воды Благодаря тому, что мы едем В лайн-крузере Как вы помните Оп Холодненькая водичка Охлажденная кока-кола Всегда сна Вот И собственно Мы немножко наглые Поэтому мы берем Не по одному такому Сухпайку Берем по два И тогда их точно хватает На весь день Ну а по приезду В пивак Вы сами все видели Очень сытный ужин Огромное количество Разной еды Начиная от фруктов Выпечки Первого, второго, третьего И компота Включая до Даже бесплатного мороженого И лимонадов В баре И даже там есть Алкогольные напитки Вино и пиво Вот Настолько организаторы Хорошо подходят Как говорится К одной из самых главных потребностей Человеческих То есть Зрелища полно Хлеб есть Что там? Все Хлеба и зрелищ Поэтому все сыты Все довольны Все счастливы И от этого получаются Хорошие результаты У гонщиков И отличные фотографии И видео У прессы И у блогеров Вот У нас, я думаю Тоже хорошее Все хорошо получается Мы всегда сыты И довольны И вообще Всем своим экипажем Даже сейчас Саша, ты кушаешь? Я боял уже Вот Ну чтобы тоже Оператор был довольный Мы его кормим Когда нам нужно Чтобы были Злые кадры Мы не кормим Несколько дней Оператора И тогда он снимает Жесть Когда нам нужно Что-нибудь доброе То сразу покормишь И все хорошо И Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем Тройка лидеров Самые скоростные машины Уже прибыли А сейчас Ожидаем Прибытия Остальных автомобилей И станем Немножко здесь Для вас Поснимаем Покажем Как машины Финишировать Здесь стоят ребята Фиксируют Время приезда Здесь вот Девушка какая-то Отдыхает Фиксирует Загар Вот Стоят медики Стоят пожарные Там машина связи Которая необходима Для связи И вот тут Такая вот У них Зона Серьезные мужики Сидят Ну и медики Конечно То есть В общем Все Все по этому Самому Так как должно Быть На самом деле Потому что Мероприятие Серьезное Случаи бывают Разные Уже Финишировало Огромное количество Техники Скажу сразу Когда здесь На скорости Проносится машина Это просто Что-то с чем-то Вот этот Небольшой отрезок Это скоростной Участок На котором Они замеряют Скорость И смотрите Как сейчас Пронесется КамАЗ Это просто Махина Ну Мне кажется Даже По-моему Я ссыканул Немного в трусы Напишите В комментариях Что вы думаете Ссыканул Или не ссыканул Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У тебя велосипед Крутой Как тебя зовут Как Джилян Иди сюда Смотри У нас есть Вот такой Сухпаек Настоящего Гонщика Забирай Будешь Гонщиком На Это тебе Пожалуйста Давай Будешь Гонщиком Гонщиком Когда-то В России В центральных Ее регионах Тоже Было Такое Распространено Вот Газета Элистинская Панорама Ее Просто Поехали Как печатают Здесь Печатают Городские Новости Новости Республики И размещают В общем Доступы Вот Под таким Вот Закрытым Вот Я даже знаю Как витрина Под такой Закрытый То есть Любой человек Может подойти И почитать Новости Республики И новости Своего Родного Края И здесь Представлены Разные Газеты Вот Калмыкия Сегодня Районные Газеты И газета На национальном Языке Хаунг Ум Даже здесь Между ралли Проходит тренировка По боксу Открытая Тренировка По боксу На листе Тренируйтесь Друзья И занимайтесь Спортом Это действительно Очень хорошо И полезно Для вашего здоровья Утверждение Эдному Это Шалыкин Вот Я так хотела Сказать Это нереально Вы знаете Я когда По секрету Вам скажу Я являюсь Музой Этого экипажа Потому что У нас была такая ситуация Что в 2009 году Первый ралли Шелковый путь Они приехали Из находки И не То есть они подготовили Свой автомобиль Но он не прошел По международным Техническим требованиям И их не пустили В зачет И понимаете Люди проехали Десять тысяч километров Где-то Чтобы стартовать А их не пускают Все То есть они не могут Им сказали Извините ребят Но мы не можем Допустить вас в гонку Это небезопасно И Семен Семенович Как в тот момент Он был директором Ралли Шелковый путь И он сказал Руководителем Точнее проектора Ралли Шелковый путь Он сказал Ну как бы Надо найти кого-то Вы понимаете Для того чтобы команда Взяла к себе Какой-то экипаж Даже ассистант Она должна отвечать За этот экипаж И если вдруг Этот экипаж Что-то нарушил Могут снять всю команду То есть Никто никогда Не берет случайных людей И тут понимаете Люди из находки Никто их не возьмет И он мне позвонил И говорит Есть разговор Я пришла Она говорит Настя Вот есть экипаж Никто не возьмет Кроме тебя Вот только ты сможешь взять И они подошли Я с ними поговорила И я поняла Что Ну они адекватные люди Они не составят Они не создадут проблем Для моей команды И я взяла их Под свое крыло И они доехали До Ашхабада В составе моей команды А какая команда у вас Была команда Георейт РСГ А какие были автомобили Были автомобили Тойота Были В нашей команде Были автомобили Тойота Это была Тойота Сотка была И было два Прадика 125 и 120 И все эти Тойоты В зачете Т2 Были Т2-2 Дизельные Они были Первое Второе Третье место Это был 2009 год Казань-Ашхабад Поэтому Вот с этого момента Ребята Каждый год Они переделали Свой автомобиль Они узнали Какие требования Необходимы Они перестроили Свой автомобиль И стали Участник Генеральный шоу Спасибо вам Тогда Можно я вас обниму За то что вы Приютили ребят Практически моих земляков Дальневосточников Вот И они сегодня были На самом деле Такие знаете Уже как дома Счастливые И сказали Что у нас все хорошо Поэтому Спасибо вам Да Не за что Это мужество Ребята И вчера Вот когда Говорил кто-то Говорит Ну как же А может быть Спонсоров привлечь Но понимаете Здесь вот эта фишка Того что они Один на один Это их фишка Они сами говорят О том что Если будет Привлечение спонсоров И будет мощная поддержка Это будет уже не то Они На самом деле Вот изначально Ралли-рейды Такие марафоны Они проводились Это были палатки Это был минимум Сейчас Сейчас это все Очень круто Сейчас гостиницы Сейчас Да Сейчас уже Все в таком режиме Работает Что спортсмены Практически отдыхают И вот это Единственный экипаж До сих пор Который приезжает На гонку Один на один Это достойно уважения Понимаете У них нет поддержки Никто за них Не отремонтирует автомобиль Они сами И вчера Шалыгин сидел Работал с дорожной книгой А коневец Перебирал машину И в интернете И в интернете Искал для Один Ашзет Какие-то приблуды Писал Мы ему отвечали Все Давайте Давайте Мы сейчас быстренько Вас переключим Куда-то Ссылочку на ребят Я оставлю под видео И вы можете посмотреть Почитать Вообще Кто они такие И что это за Приморские наши орлы Не побоюсь этого слова Буддийский храм Золотая обитель Будды Является Самым большим Храмом На территории Европы Вернее Европейской части Евразии Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Обязательно условия Входа в буддийский храм Необходимо Разуться Не обязательно Быть басом Как Константин Достаточно Вот быть В белых носочках Как я Полным песка И С чистыми мыслями Зайти В отмок Сходили в храм Немножко Как будто бы Побыли в резонансе И теперь отправляемся дальше Завтра у нас Третий этап Брали желтого плита А сегодня у нас Такое будет Небольшой чил Нужно будет Немножко поработать Спросить Подготовить фотографии Видео И Отдохнуть Перед завтрашним этапом Потому что Сейчас пока Хоть этапы были И не плотные Но Лично мне Удавалось поспать Всего лишь пару часов Вот Сегодня я планирую Все-таки выспаться И завтра Полон сил Отправиться Хочу отправиться В новый этап Вот Уда Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...